Привет мальчишки и девчонки, добро пожаловать на канал Аршпанзер, где мы продолжаем проходить Age of Onders Planetful за Кирко Войтех. Играем мы на огромной карте на 12 игроков, сложность карты максимальная, сложность компьютерных оппонентов также максимальная. Недавно мы разобрались с Робин Букер, а до этого Найла Аббас, Ангела Ханнинган и Роксанья Лара также потерпели поражение, но мы тут совершенно ни при чем. Они как-то сами умудрились проиграть в тумане войны. Итого у нас получается осталось всего лишь 8 игроков. У нас альянс с Майиной Ватекой, прекрасные отношения. У нас договор о защите с Флипп и Кравамом, тоже неплохие отношения. И есть у нас на карте Александр Мусатов, я думаю он сейчас лидер, да он по военной мощи на первом месте. И по захваченным территориям он также на первом месте. И я так понимаю, что он основной претендент прямо сейчас на победу. К тому же он захватил Дживала Грувича и сделал его своим вассалом получается. Также здесь еще осталась Сина из дома Тимур. Она воюет как с Александром, так и с Дживалом. Но я думаю, что долго она не продержится. В принципе у нас относительно неплохие отношения. Можно было бы ей попробовать помочь, но это достаточно сложно. Также есть Цитродик. Он воюет с Майиной Ватекой и с Астонизоидом Железа. Майина Ватека это наша соседка, наш союзник. А Астонизоид Железа это товарищ, который воюет и с Майиной Ватекой. А нет, смотрите, с Флиппи Кровавым он помирился. Получается, он воюет сейчас только с Майиной и со мной в одной из прошлых серий. Соответственно, Майина Ватека попросила нас с ним помочь. Нет, подождите, что-то я путаю. Вот он воюет и с нами воюет, и с Майиной воюет, и с Цитродиком воюет, и с Флиппи воюет. Флиппи? Да, Флиппи воюет с Астонизоидом. Все правильно, ошибся. И как раз наши войска здесь встали на границе двора. Я думаю, что в этой серии будем мы вести наступление на нашего противника. Также здесь у нас есть несколько областей с космитом, которые надо уже наконец захватить, потому что здесь 8 космит у нас пропадает. Здесь 8 космита на воде пропадает. Где у нас эта область? Вот. Здесь вот область надо с космитом захватить, потому что космит, как видите, конечно, в 28 заход, это достаточно неплохо, но сейчас в копилке у нас всего лишь 2 единицы космита, это очень мало. А без космита, соответственно, не получится лишний раз поставить модули, не получится произвести мощные войска, поэтому космит очень нужен. Также мы в прошлой серии захватили здесь вот город Кузню Дваров, и нужно здесь вот нам городок свой поставить. Очень сильно этого хочется, но чтобы поставить колонизатора, нам, соответственно, нужен космит, аж в количестве 40 единиц. То есть мы 2 хода будем ждать, пока у нас такое количество наберется. Так, Воленск, 800 оборона, там пушки-бомбарды, в принципе, ополчение не очень сильное, но здесь еще неплохая армия стоит. У нас, в принципе, тоже здесь неплохая армия, у нас 5 стеков подошло. Можем потихонечку выдвигаться в их сторону, даже вот еще 6 стек есть, но он совершенно... Хотя эти стеки относительно непрокаченные. По сути, у нас здесь мощный, ну, вот этот стек мощный, и относительно мощный вот этот стек. Остальное достаточно слабые, хотя, конечно, здесь ребят прокаченные, но, как сами видите, не сильно прокаченные. Здесь также пчелки, в виде детали давят Двара, потому что он с ними воюет. Ну, это, собственно говоря, прекрасно. Пока он воюет с пчелками, мы, соответственно, развиваемся. Так, мы, кстати, прямо на следующий ход сможем нанести удар по Волинску. Но нужно ли нам это? 1300, 3000 силы. Здесь в обороне Пвотр-Оненко. Пвотр-Оненко. Интересное имя. Давайте, может быть, подойдем прямо к границе. Ну, у нас огромное здесь количество армий. Да, они относительно слабы. Но это только относительно. Нам нужно это реализовать. Нужно захватывать Двара, чтобы наращивать свою территорию. Потому что по территории, ну, по дипломатическому развитию мы сейчас на первом месте. По-хорошему мы можем даже победа-единство победить. Нам осталось занять один город только у НИП-фракции. И я думаю, что вот этот город вполне мы сможем занять при желании. Но это совсем на крайний случай, если другой возможности победить не будет. Здесь, в принципе, тоже можно один колонизатор ватнуть. Так, все. В этой серии нам задача поставить еще колонии. Нам нужна колония одна здесь, одна здесь, одна здесь. То есть три колонии. Огромное количество космита нужно. Ну что, будем копить. Так, здесь флот. Ну, наверное, ждите пока, что ли. А, ну да, вот еще у нас космит есть. Но здесь мы эту область пока захватить не можем. Можно, конечно, отдать вот эту область, допустим, городу Эзракрилу. А Озокраксу отдать вот этот загадочный риф. Но предварительно этих товарищей нужно выбить. А чтобы их выбить, нам нужен флот. А чтобы был сильный флот, нам, соответственно, нужен космит. А чтобы был космит, надо области захватить. Но хотя у нас сейчас в столице достраивается еще одно здание на космит. И у нас его будет еще на 5 единиц больше. Ну да ладно. Все, все будет, но не сразу. Конечно, хочется, чтобы все сразу было. Но так, к сожалению, не получается. Мы сейчас на четвертом месте по Сири. Относительно неплохо к 68-му ходу. Потому что в начале партии компьютерный оппонент такой неплохой буст имеет. Так, куда здесь флот двору плыл? Не совсем понятно. Ну да ладно. В принципе, даже можно посмотреть нашу территорию по сравнению с нашими союзниками. То есть мы гораздо более обширно, так сказать, расположились на наших континентах. А вот здесь вот идет сейчас основная драка. Здесь у нас цитродик, да, сидит? Цитродик. Ну я не знаю, сталит ли он очередной нашей целью. Скорее всего, мы после разгрома двора пойдем на запад. Вот сюда, в эти земли. Так, кто тут у нас? Чья граница? Ну покажите, чья это граница. Сина из дома Тимур. Но она наша относительная союзница. Так, генетический стабилизатор. Кстати, это оружие, которое может превращать юнита в первого-второго тира в типа белок. Штормовый фронт. Снежный буря, движущийся в определенном направлении, превращает несколько областей в арктический каждый ход. Ай-яй-яй. Летающие отряды получают замедление хода. Сина открыть границы хочет. Ну давай. Пока что воевать я с ней не собираюсь. Течка энергии успешна. Да, мы своровали у стенизоида железоэнергию. 812 у нас ее стало, это прекрасно. Так, что здесь? Разработка орбитальной телепортации. В принципе, пригодится. Давайте мы это сделаем. Для увеличения скорости перемещения. Так, Флиппи здесь нейтралов разбил. Независимые Флиппи разбили. Ну, движуха у них тут, движуха-веселуха. Фаны. Флиппи кровава проводит тайну операции. Какой подлец. Майя новотека, мы ждали от вас большего. У нас и так 800. Какой еще тебе нужно? Не надо. Майя новотека. Мощь ваших войск впечатляет, Куйбзук. Держитесь выбранного направления. Ух ты, она еще ей нравится. Ей нравится, что мы сильны. Цитродик. Цитродику тоже нравится, что мы сильны. Но он воюет с Маиной. Мы ждали от вас большего. Ну, ладно. Давайте ей вот комплимент сделаем. Раз она большего хочет. Так, тут у нас космит построился. 33 захода стала приходить. Давайте мы улучшим научную область прямо здесь. И, наверное, пришла пора перестраивать их. Нам же доступна сейчас улучшенная, да, научная область? Да, развитие исследований в лаборатории усиления космита у нас есть. Поэтому нам нужно будет... Сейчас мы улучшим область. Снесем центр сельскохозяйственного экспорта. Потому что, ну, еду уже, наверное, передавать не надо будет. И на этом месте построим мы еще научную область, чтобы дополнительная сопротивляемость и скидка на космит была в наших войск. Так, к Морнху можем присоединить новую область между делом. Какая же это будет область? Здесь отличная область. Просто супер область. Смотрите, сколько мы с нее энергии будем получать. Ну, здесь нужно будет убрать лаву. Геотермальную нестабильность. Чтобы убрать лаву, надо будет потратить космит. 15 единиц. Опять все упирается в космит. Ну, ладно, у нас вот 33 сейчас. Так, здесь у нас что-то достроилось? Здесь у нас улучшилась научная область. Здесь у нас, по-моему, гражданская. Да, здесь гражданская. 563 науки у нас. Супер. Так, ну, тут строить... Строить... Ну, и флот, конечно, хочется строить. Глубинная. Но 10 космита она стоит. 10 космита. Она прям моментально произведется. Но глубинная нам нужна, чтобы вот этот космит захватить. Без него прям никак. Без этих глубинных. Колонизатор стоит 40, да, космита? Может нам космиту кого-нибудь купить? Наверняка вот у вас... Маина, у тебя обмен разведданными. Хочешь? Да. Наверняка у тебя есть много космита. Я более чем в этом уверен. За 400 НР есть у тебя 50? Есть у него 50 космита. Ну, супер. Так. Так, нет, это уже дорого будет. Нам сейчас на колонизатора не хватит. Давайте мы сразу колонизатора произведем. И нам на следующий ход... А, ну нам энергии может не хватить. Нам может не хватить энергии. Предметов лишних не особо много. Так, какую мы первую колонию поставим? Я бы сюда, на самом деле, хотел воткнуть. Чтобы город Кузнедваров присоединить. Давайте. Первый колонизатор пошел. Маина у нас универсал. Универсалы не имеют особых пристрастий, ведут сбалансированную игру. Ох ты ж, прям как я. Если бы меня вот так создавать, я бы тоже был универсалом. Универсал готова. Такая есть, потому что я пытаюсь все равномерно сделать, а не упираюсь в какую-то сильную сторон фракций. И если уж вдруг у меня что-то такое проскакивает, вы уж меня за это извините. Я, честное слово, не специально косячу. Я косячу по незнанию. Но стараюсь. И вроде бы неплохо получается. Так, у нас пингвины, кстати, есть. Пингвины. А здесь у нас одного юнита не хватает. Но если я сейчас добавлю, то уже пошевелиться не сможем. Так, вы. А здесь у нас что за область будет? Ионная буря. В принципе, можно их попросить отсюда уйти. Город Кузнедваров. Ну да, здесь производства будет прям очень много. Очень много производства. Эти два отряда, я веду, конечно, они у нас сухопутные. Но придется им драться вот с этим флотом. Ну хотя здесь тоже такой. Но опасные ребята очень. Смотрите, у них очень сильные модули стоят. Тяжелая драка будет. Но мы, естественно, будем стараться. Так, а у нас превращение еще прокачивается. Ускоренный метаболизм. И реакция на адреналин. Как-то у меня Вайтех не особо здесь прокачивается по факту. Но за счет большого количества науки я все-таки надеюсь, что к концу прохождения мы замаксимим наши технологии. Знаете, что я еще хочу сделать? Я хочу установку системы наблюдения. Воткнуть ее куда-нибудь вот сюда. Убедиться, что здесь больше нет войск. Здесь 1300 и... Ну 3000 силы у него здесь. Давайте я, наверное, буду атаковать. Так, то у нас еще 1600, 900, 800. Ну да, 1600 тоже подведем. Если мы сюда ударим, то все тут пойдут в атаку. Ну нет, это немножко неправильно. Ну все, я больше никуда не могу поставить на соседней клетке с городом. Получается, тремя стэками будем атаковать. Да, 4900 против 300. Штурмовой фронт у них здесь. Летающие отряды есть у нас? Летающие отряды у нас, кстати, на воде были. Вот они. А, они тоже не долетают. Мы здесь не можем больше никак подвинуться. Ну окей. Поехали. В свое оправдание готов сказать, что дворы в начале партии на нас тоже нападали. Ну как нападали? В войну нам объявляли. Но по факту боевых действий не было, конечно. Но мы обиду затаили. По сути, сейчас мы перешли в такой этап кампании, когда нужно возвращать долги своим обидчикам. Авангарду уже должок вернули. Теперь будем возвращать двором. Ну а потом на кого нарвемся. Плазмоиды у них есть. Обалдеть. Ой-ой-ой, как мы вовремя. Смотрите, какие они модули на плазмоиды вставят. Сверхмощные поршни. Излучатели встречный удар. На плазмоидов. Ребята, ну серьезно что ли? Встречный удар на танках. Щиты полураспада пошли. Так, это ополчение. Да, злопамятный штурмолет. Ой-ой-ой. Ополчение. А нет, защитный танк. Тоже встречный удар. Броня взрыва... Какая взрывозащитная? Да. У плазмоиды, конечно, мама дорогая. У них тут прокачанная. Траншей-копатели с инструментами укрепления. Вот Раненко. Теплоотводящие панели. Электрические боеприпасы. Тактический помощник. Надеюсь, мне он выпадет после боя. Он мне нужен. Он воскрешает юнита. Белого войска или киборга. Нам это как раз сгодится. Так, между делом предвестник. Первая драка его. Давайте посмотрим, что он умеет. Гневное присутствие. Сядерочный отряд наносит на 20% больше урона на два хода. И при этом мантра ясности. По указанному отряду становится на 15% сложнее попасть. А, сложнее попасть. Уворачиваться будем. Направляющие присутствие. Мантра ясности также. На два хода. Может быть гневное присутствие сейчас бахнуть или нет. Давайте, наверное, пока я не буду этого делать. А, у него, видите, он замедленный. У нас считается летающим. Так, снайперы. Давайте я, наверное, накину вот так вот на камушек. Так, камушек. В принципе, у него 6 брони. Его можно даже танковать, отправить. В гиперброню вошел уже и 8 брони стало. Так, вы, ребяточки, давайте на бой готовный станете. Саблезубые прыгуны. Они у нас только что повысились. Давайте сюда их отведем. Пазовое эхо с нами с начала партии, ребята. До сих пор живые. Цветочная ловушка. Электрическая, кстати. Электрическая это хорошо. Против фражеских машин будет. Давайте сюда. Нам бы подлечить нашего главнокомандующего. А ты не умеешь, да, лечить? Не умеешь. Кто нас умеет лечить? Лечить кто-нибудь умеет у нас? Лечить. Нет, выскочки вряд ли умеют лечить. У нас умеют лечить только вот эти товарищи невыразимые. А у тебя вообще хила никакого нет, да? Вязкий раствор, обнаружение, ионный раствор. Ну да, конечно, модули ему бы поменять. Куибзу как-то отстал от жизни. Давайте я его тогда вот так вот пока оставлю недалеко. Так, ты пока... Пока жди. Рано для бафов. Чуть-чуть попозже я это все сделаю. Чтоб более эффективно они по времени были. Так, вы пока сюда спрячьтесь. Да, так же в одной серии удивлялся я, как у меня одни юниты смогли пройти, а другие нет. Да вот из-за этого, из-за модуля фазового перехода у меня тогда часть юнита смогла пройти через препятствие, а другая часть нет. И я этому был сильно удивлен. Бойцы здесь что-то делают совершенно без модулей. Так, а если я сюда встану, меня расстреляют? Наверное, расстреляют. Ну давайте встанем. Это же весело, когда расстреливают, правда? Защита. Бодрящий скрип, кстати. Давайте вот тогда сюда подведем. На следующий ход поскрепим. У нас сколько ходов дает? На три хода. А может даже сейчас поскрепить. Как раз три хода нормально будет. Так, что дворы, операции есть у вас? А я у них деньги украл. О, харта бьет, конечно. Они сквозь дома стреляют. Это нормально вообще? Это же полное укрытие. Как вы сюда бьете? Ну это же полное укрытие. Игра. Они просто валяются из полного укрытия по мне. Под угрозой. Так, этих ребят мы можем вообще спасти сейчас? Наверное, нет. Боюсь, что их мы не спасем. Можешь, конечно, захавать кого-нибудь подойти. Поглощение 100%. Иди, Ешева. У нас на нем есть воскрешение. Если его убьют, он вернется к жизни. Хотя 120 здоровья достаточно проблемно будет убить, прям скажем. Так, сейчас давайте плюс к точности или плюс к урону. Давайте направляющее присутствие. Теперь по нам еще попадать сложнее. Но этих ребят мы потеряли, к сожалению. Сейчас, даже если их... А у нас нечем. Ну ладно, потеряли-потеряли, не страшно. 95. Да, видите, они еще урон наносят. Сюда отойдем чуть подальше. Можем, в принципе, их вот так вот добить. Ой-ой, на одном хп живет. Еще один удар, он себя встретит. А давайте этих ребят отведем. Действительно боевую готовность станем. Тут у нас что? Снайперы 95% встал. Точность. Мы же точно сейчас пробафли, правда? Да, направляющее присутствие. Еще и радиус атак увеличился. Сожжение. Камушек. Ай, камушек не долетает. Ну давай вот в этих. Супер. Еще сожжение. Так, а у тебя защита от огня-то есть? Нет, у меня защита от огня. Я про то, что как бы тебя добить? Ловушкой? Ой, прекрасно. Она еще и кританула. Она еще и электричеством бьет. Так, вы, ребятушки, давайте захильтесь. Странный у них способ захиливаться. Ну да ладно. В защиту. И вы, наверное, они, кажется, телепортироваться могут. То есть раздвоиться. Давайте раздвоимся. И пускай этот отряд танкует. Сюда их отправим. Неплохо они должны урон навпитывать. Так, метатели огня. Три раза. Огонь. Так, еще укрытие сломали. Сюда не дострелим? Дострелим. Смотрите, красота. О, еще и крит. Еще и крит. Ты не кританешь? Нет. Он с разбросом бахнул. У нас есть фазовая оборона с тембой поддержки и истощения. Замедление. На троих. Ну давайте. Замедлим этих ребят. Ну пока стойте в защите. Да, сгорел, к сожалению. У нас здесь пехотинец. Ну хватит критами стрелять. Неплохо терпим пока. Терпим. Он просто впитал урон всей армии вражеской. Весь урон впитал. Вообще весь. Обалдеть. У нас даже... Ай-яй-яй. Нет, нет, нет. Подождите. Про баф. Давайте больше урона наносим. Слушайте, предвестник мне нравится. Отличный. Про бафы накидывает. Так, снайперы. Можно одну турельку убить. Ты гранаты... Ай, нет, да кинет. Кинь пока гранаткой. Ай, ну мы их не добьем, да? Да, нам их неким добить, к сожалению. Так, а пожирание у тебя... Два хода перезаряжается. Давайте заберем недобитков. Домик, кстати, разрушили. Так, здесь у нас что? Фазовый сдвиг есть. Слепляющий газ. Нам бы его, на самом деле, отвезти бы просто. Куда-нибудь подальше. Максимально далеко. Давайте вот сюда отойдем. Он, конечно, у нас воскресится, все дела. Но мы сейчас еще одну выскочку сможем поставить. И, по сути, вернуть юнита, который потеряли. Так, ты... Ты, рукопашник, давай сюда подходим. А здесь мы, может быть, вообще просто отойдем. Давайте мы так сделаем. Снайперы. Снайперы, отойдите максимально далеко и на беготонной станете. Вы, ребята, просто в укрытие. Вы тоже просто в защите стоите. Сами они сейчас на нас пойдут. Так. Цветочек. Цветочек в защите пока стой. Вы. У них, на самом деле, тоже можно вперед кинуть. Только не сильно близко друг к другу. Чтобы артиллерия больно нам не накидывала. Генерал. Ну, постоянная боеготовность пока. Все-таки дальность стрельбы штатная не такая высокая у них. Они артударом хорошо бьют. Это чем воскресил? А, это этот. Господи, это же генерал. Обалдеть. Личинок почти убили. Почти убили личинок. Так, турелька умерла здесь. Давайте я, наверное, вот так вот сделаю. Пускай втанковывает. Как-то много все-таки у них урона. Прямо скажем. Ядовитая пыльца по площади. Но надо ближе сильно подходить. Давайте так. Так, вы отсюда. Только по одному, да? Давай, значит, ближе подходи. Так. Ох, выскочка-выскочка. Как-то я забыл здесь про тебя. Волна безумия. Ну, это прям рядом надо быть. Атака относительно ближнего боя. Давай. Так что у нас на этом фланге. Давайте на этого товарища накинем. Подхилим его. 25 процентов. Но они его не должны убивать. Поэтому товарищу огонь совсем мало проходит. Да и по нему сейчас огонь будет мало проходить. Термическое сопротивляемое 7. Это за счет акцент пламя. Поэтому можно его даже вот так вот в упор подвести и в защиту встать. Прекрасно он будет впитывать урон. Так, ты давай высаживай новую выскочку. Отлично. Генерал. Ну, ай, ну, генерал умрет, если его близко подведу. Генерал просто умрет. Генерал просто умрет. Так, вы, ребята. Ну, стойте здесь пока. Вы на боеготовность. Боевой прыжок. Хотя он же воскрешается у нас. Можно и... Ну, ай, не получается. Широкий удар когтями. Прыжок. Я его сюда поставлю. В случае чего он воскресится. Хотя, скорее всего, выскочек добьют. Я почему-то так думаю. Так, как бы лучше защиту здесь стоять. Давайте, народ, отсюда. На боеготовность. Прыгуны. У вас-то защита тогда нет. Не, знаете, что прыгуны. Вы без фанатизма давайте. Выскочки. Вообще отойдите подальше. Только развернете, чтобы вам в спину не прилетело. Товарищи снайперы. Давайте вот сюда и на боеготовность. Торта полетела. Ну да, убили выскочек. Но это вот стоило ожидать. Так, здесь. Ммм... Ай, камушек не очень по ним прилетит. У них прекрасная защита от огня. Так, подождите. Про бафы не откатились? Нет, к сожалению, не откатились. А просто пострелять ты ни в кого не можешь, да? Хотя нет, сюда может. Так. Снайперы. Давайте по герою. 2-5, а плевком. Просто 5. Еще и криты. Сколько осталось? 5. Если попадем, то убиваем машину ему. Да. Остался он без транспорта. И надо бы кем-то добить. Ладно. Не даст нам здесь прыгнуть. Не даст. Прекрасно. Да, льда прыгнуть. Извиняюсь. Блин, одно хп осталось. Ну как так? Опять, кстати, кого-нибудь схавать можем. Так, а здесь трещина удар. Так, ты подлечись. Немножко сопротивляемость повысь. Ну давайте по танку. Будем броню срезать. Паралич, замедление. Пробуй. В кого-нибудь да попадешь. В такую кучу. Ну-ка, мы сюда подойдем. Ну тогда фланг подставим. Ну в смысле разброс. Вот четко же сюда попал. Должно было их взрывной волной накрыть. Но не накрыло. Так, вы давайте сюда. Вас подлечить надо. Красно. Так, прыгуны. Давайте сюда. Снайперы. Кого-нибудь видите отсюда? Никого не видят. Укрытие-то им закрывает обзор. 30 урона. А у тебя сколько будет? 22. Если кританет, может убить. Нам надо герой добить. Слишком опасно. Он здесь стоит. Может много ничего неприятного сделать. И у них у всех встречный удар. Вот в чем проблема. Будем много урона от огня получать. Хотя защита у нас замечательная. 12 урона. 9, 6. Тоже 6. У тебя взрыв плазмы, да? Одиночный выстрел. А, давайте. Давайте. От огня, в принципе, урон очень маленький по ним. Да, еще и артиллерия отлично отработал по врагу. Так. Ну, цветочки от огня страдают. Но только цветочки страдают. Так, вы. Жалко съесть, уже никого не получится. Способности на перезарядки. Убиваем танк. Нет, не убиваем. Убиваем танк. Огонь. Вот это вот товарищ надо убить. Как-то он здесь вообще не в тему. Так. Добивай. Сколько тебе жизни осталось? 11. Не умрешь. Я про то, что может быть вот этого подвести товарищам? Еще попытаться их захавать. А, все равно не успеем. Все равно же не успеем. Захавает и на этом бой закончится. Но выскочку мы уже не посадим. Да, она, собственно говоря, добивать-то его пока и некем. Тут у вас хила нет, но-то у тебя есть хил. Ну, тогда завершим просто ход. Не добиваем мы сейчас его. Давай. Даже при поглощении урон получили. Ну, ладно. Отделались малой кровью. Выскочка у нас вернулся. Так, здесь что на земле осталось? Тактический помощник. Имперский пистолет. Прекрасно. Тактический помощник это очень хорошо. Особенно с учетом того, что у нас модульное расширение появилось. Сразу мы его сюда и поставим. 40. А у нас следующий колонизатор сколько стоит? 50. 50. На следующий ход нам, в принципе, хватит на колонизатора. Так, судьбы решаешь. Поглотить. Поглощаем. Ты выскочка сюда присоединяйся. Здесь, в принципе, все относительно неплохо. Белочки. Давайте тоже к городу подходите. Вегеталия. Уж отдайте мне, пожалуйста, город. Мы же с вами не воюем. Будьте любезны, город не отдать. Так, типа флот. Типа флот. Типа флот ждем. Вы тоже пока отдыхаете. Вы. Авиация. Авиации 1365. 1365. Здесь 2100. 2157. Очень мощные ребята. Переходы они сюда будут лететь. Давайте я, наверное, авиацию тоже сюда вот пошлю. На помощь флоту своему. Потому что тяжелые здесь отряды. Больше двух тысяч. И они себя чувствуют. Как бы смешно это ни было. Как рыбу в воде. Они себя чувствуют на воде. И очень тяжело с ними сражаться. Тут давайте энергию. Очень тяжело с ними сражаться, не обладая морскими юнитами. А морских юнитов у меня нет, к сожалению. Маина объявляется... Ой, Маина с флиппи. Вот это плохо на самом деле. То, что они между собой вздорят, это плохо. Все-таки хотелось, чтобы союзники нормально сосуществовали. И не пришлось бы мне между ними выбирать. Так, шпион. Провести разные тайны операции. Давай сейчас что-нибудь попроводим. Флиппи кровавого предложения. Так, здесь у тебя что? Здесь у него два броненосца. Неплохих таких броненосца-то. Я, наверное, пока дальше не пойду. Я сейчас займу вот эту территорию. И все-таки моя основная цель сейчас несколько колонизаторов построить. Расширить свои территории мирным пока путем. Так, здесь у нас что достроилось? Розовые холмы. Энерго-центр. Это, я кажется, уже все здесь перестраивал, да? Да, энерго-центр хорошо. Здесь энерго-центр замечательно. Здесь производство, ну, сойдет. И, значит, мы их улучшаем. Генос по контролю оптимизации. Потом улучшение областей. Улучшение производства. Так, вот мы это сделаем. Можем новую область присоединить к Эзракилу. К Эзракилу. Новую область. Как вариант отдать одну из этих областей. Козырк... Козыкркс. Присоединить вот эту область с Космитом. Но мы пока ее не можем присоединить, потому что здесь вот эти товарищи окопались. Поэтому к Эзракилу присоединим другую область. Может быть, даже вот эту. Или вот эту. Но здесь производство вот такое вот с минусом. Это, соответственно, надо убирать. Но давайте его пока присоединю. Да. Может быть... Так, на колонизатор нам сейчас хватает. Где колонию я еще хотел воткнуть? Вот здесь я колонию хотел воткнуть. И одну вот на этом континенте. Если я сюда поставлю колонию, я смогу присоединить вот эту область. Вот эту область. И, допустим, две морских. Один. А, здесь еще Космит у нас есть. То есть, если я сюда ставлю... Один. Два. Если я сюда ставлю... Один. Можем забрать отсюда одну морскую, а к этому городу отдать вот эту. Да, наверное, вот сюда лучше поставить. Прямо на Космит я воткну сейчас. Эзракрил. Давай мне колонизатор. Два хода будет строиться. Может быть, к Авангарда поставить? Как у нас отношение с Авангардом сейчас? Ну, Авангард меня любит. Озракр... За один ход колонизатор ставится. Ну, давайте за один ход тогда. Так, Флиппи Кровавый. Казус Белли просит отдать. Я отдам. Станции телепортации у нас появились. Это круто. Так, квантовый скачок. Колония производит дополнительно плюс 20% энергии. Крутый. Плюс 15% науки в каждой колонии за каждый сельский узел, включенный в сеть. Это очень неплохо. Только сначала перспектива изучится. Дружесные отряды. Надо с плюс 10 урона всем, кроме Керку. Так себе. Все колонии игрока получают два морали. Закажет соглашение нападения. За каждый альянс. Также плюс 3 дипломатии. Ну, вроде бы, вроде бы и неплохо, но ничего критичного. Так, здесь язва. Язва. Здесь что в язве? Ну, язва на пищу. Неплохо зайдет. Хотя, может быть, уже не на пищу. У нас и так уже много пищи. Много уже города. Неплохо развитые. 16 жителей. Здесь станция орбитальной телепортации будет. Надо максимально сейчас телепорты ставить. Призыв вступить в войну против кого? Цитродика. А ты с Цитродиком когда успел повоевать? У вас нет общей границ. Ну, давайте. Я парочку ходов ее подинамлю. Так, Флиппи, ожидали от вас большего. Ой-ой-ой, Флиппи, как бы с тобой воевать не пришлось? Это на самом деле проблема. То, что они вот с Маиной не дружат. А по силе, кто из них сейчас выше? Не, Маина на четвертом месте по силе. Мы на третьей вышли, она на четвертом. Флиппи на пятом. Ой, как все плотненько. Но я надеюсь, что они между собой воевать не начнут. Я очень сильно на это надеюсь. Так, ты кто такой красивый? Карака Кратш. Ох, ничего себе, проводник СТЭК. Похититель СТЭК. Привыкание. Привыкание, слушайте. Выстрел по цели. В конце каждого хода битва от оружия становится мощнее, если из него был произведен выстрел. К мощи быстро привыкаешь. Имутьет к писяническим эффектам. Очень крутая пушка. Очень крутая пушка. И я никому не поставил. Давайте кому-нибудь попробуем поставить ему вот эту... Оружие, которое в Заяц превращает. Но она только против первого и второго уровня. А урон-то она много наносит? 20 урона, на дистанцию 9. 22. Ну столько же урона. По сути, снайперская винтовка. Только еще первые и вторые уровни. Бесполезных белок превращает. Давайте попробуем. Так, ты... Ну попробуй, чтобы они ушли отсюда. Временно оружейные модули. Тоже неплохая штука, кстати. У нас у всех героев оружие есть. У меня оружие, в смысле, а снаряжение. Вот у тебя не было. Давай. Так, превращение. Ускоренный метаболизм и реакции на адреналин. Очень крутые модули, но пока нет. Нет, контроль измерения. Это супероружие. Псионические усиления. Их вообще не трогал. Предвестник упадка. Очень крутая штука. Но они все здесь очень крутые. Под чем я? Эхо стражи. Это защитная срочная передислокация. Высокая скорость. Неплохо. Так, фазовый привод. Перемещает свободную клетку. Также модификация ставит плюс щиты. Телепортация. Карманный индуктор стазиса. Атаки. Отряд с вероятностью отнимают очки действия. Также медиката дает отряд 30% больше урона. Крутая штука. Давайте. Да все крутое. Модули высоких уровней. Но они все крутые. Все крутые в своей мере. То есть понятно, что на топовом уровне вряд ли будут какие-нибудь слабые модули стоять. Здесь. Может быть тогда, чтобы пока войска не простаивали. Отправить их на зачистку. Флот. Но они же у меня не амфибии. Они у меня медленные. Они же у меня очень медленные, ребята. Неколу мне здесь отправить флот зачищать. Меня здесь раскидают. Метатели огня. На воде слабые они будут. Прыгун вообще бесполезный будет на воде в ближнем бою. Если, конечно, только вот эти все цветочки собрать. У меня цветочков не так много. Всего лишь три. Ладно, ждите пока. Так, вы. Вам вдвоем надо нападать. А вы, кстати, вдвоем добегаете. Так, амазонки хотят нейтральный город взять, который после авангарда остался. Ну, пускай берут. Я, в принципе, не против. Так, сложность низкая. Всех белок потеряли. Просто потеряли всех белок. Ну, я не уверен. Ну, ладно, давайте. Давайте вручную. Конечно, вручную мы сейчас опять всех белок потеряем. То есть я себе здраво отдаю отчет, что против морских юнитов с сухопутными сражаться. Это такое себе, но выбора особо нет. Это драка за космит, и я готов идти на эти жертвы, лишь бы добыть себе этот космит. Так что белки гибнут не зря. Ну, и лисички, собственно говоря, тоже. Так, парень с дестабилизатором. Он полное действие занимает. Ну, а слушайте, ему нужно тогда сюда ком другое оружие дать. Такое легкое огнестрельное. Давайте поглощение боли накинем на цветочек. Отправим их вперед. Так, а на этот цветочек тоже поглощение боли. И на этот цветочек поглощение боли. Ну, отлично. Значит, светики, семицветики у нас танковать пойдут. Так, здесь белочки, 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 лисички. Так, лисичка на боеготовность. Так, временно оружейные модули. Так, ну ладно, отойди. Так, вот передачу боли сделай. Белочка, белочка вот сюда отойди. Так, по модулям напомните, что у вас есть. Световая система наведения. Электрический снаряд. Ядерный микрозаряд. Какой огромный у него урона. 39 урона. У тебя тоже электрические. Здесь система последствий уничтожения. Да, модуль плазменного уничтожения. Дезинтегрирует отряды первого и второго уровня. Ах ты ж. Понятно, почему белочки здесь все погибли. Но я попытаюсь спасти хотя бы нескольких. Промахнулся. Еще промах. Вот это больно было. Ладно, игра нам пока немножечко помогла. Давайте, цветочки просто со всей скорости сюда. Просто, что есть дурья. Вперед, надо спасать белочек. Белочки ни в чем не виноваты. Белочки должны жить. Но это, естественно, не точно. Урон. Ну, пробуй. 60%. Урон. Давай, лисичка. Стреляй сильнее. А ты добивай разведчика. Супер. Здесь. 60%. 45%. 95%. Огонь. Хитрость. Теперь мы еще уклоняемся. Неплохо, да? 100% удар током. Он еще урон обратно отражает в нас. Мерзкий тип. Белочка. Грави-граната. Отсюда мы сможем, в принципе, убить одного. Давайте, я подплыву, убью корабль. Да. Ответ, конечно, мы получим определенный урон. Но надеюсь, что он не станет фатальным для нас. Хотя вот эта белка сейчас в зоне риска находится. Ракета не страшна. Ой, прекрасно. Ой, прекрасно. Лисичка жить. Лисичка живет. Корабль решил по цветочкам пострелять. Но не нам его винить. Захотел пострелять. Пусть стреляет. Такой же подлечится. Может... Ой, как он много урона несет. 16, но на 35 меньше станет. Нет, давайте лечиться. Как бы это все не пережить потом. Так, прерывающий взлом. Можем его попробовать взломать, но... Но нет. Не получится у нас это сделать. Снайпера, кстати, мы сейчас прям спрятать можем. Так, эти гранаты не попадают. Легкий выстрел. 45%, 30%. Белка. Белка никак не попадает. Но это относительно безопасный сейчас штурмолет. Нам вот этих бы товарищей сбить. Да. Батарея-то вообще какое-то огромное количество урона наносит. В огонь. 30% в 3 промаха. Пу-пу-пу-пум. 12 урона. Скорее всего, вот эту лесу потеряем. Это мы, конечно, сейчас просто отвезти можем. Меткий выстрел. Да, гранат, соответственно, не попадают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, давайте сами сначала подлечимся. Вот так вот подлечим. Ну нет, белка весь урон втанковывает. Сюда шанс падания 80%. Естественно, убивают. Здесь лесу, наверное, надо... Ай. Ну, спасать, конечно, надо. Так. Можем мы кого-нибудь убить? Нет, не хватает урона. Давайте вот в этого товарища. 16 урона. Легким выстрелом еще. Но если бы герой попал, конечно, то шансы бы у нас были. Но герой, к сожалению, промахнулся. Это лисичка убегает. Так, герой, герой, герой. Нет, герой, не подходи. Подлечите, стой. И вы не подходите. Подойдут ближе, он просто этот броненосец, дредноут на нас переключится. Давайте попробуем защиту накинуть. Может, поможет. Может быть, поможет. Но это не точно. Ну, шанс падания, смотрите, гораздо меньше стал. Так, здесь мы все впитали. Фух, увернулось, увернулось, увернулось. Да, от этого не увернулось, к сожалению. Здесь мега живучий дредноут. Может, конечно, опять передачу боли подключить. Давайте сначала с этими разберемся. Белка, добей самолетик. Здесь, давайте сюда. Устанавливающий свет. Ну, нет, не могли мы спасти лисичку, к сожалению. Ну, как, не могли? Игра могла бы спасти, если протенегу промахнулась. Но, в принципе, это справедливая потеря. Повторюсь, я был к этому готов. Против морских юнитов воевать сухопутными. Это то еще удовольствие. Ну, и добиваем, наконец, этого дредноута. Давай. Ну, супер. Потери гораздо меньше, чем в автобое. Всего лишь одну лисичку потеряли. И получили еще 8 единиц космита. Это просто сумасшедшее количество. Давайте дальше плыть. Здесь мы можем науку получить, но там, скорее всего, противника гораздо больше, чем отражается. Просто невидимые юниты, скорее всего. И давайте, наверное, я вот это все-таки флот тоже сюда отправлю. Даже вот так вот отдельно отправлю двух шуков. Потому что из-за замедления товарищ у нас медленно летает. Так, повысился у нас с дестабилизатором, друг. Пистолет обычный дайте нам. Чтобы он стрелять мог, в случае чего. Так, злоба роя. 20% урона. На цельный взлом. Давайте на цельный взлом возьмем. Пускай обходим. Ну, и охранник тоже возьмем. Чтобы своей бабахалки бабахал. Люты, но очень медленно идут. Два хода сюда же будут лететь. Вы. Так, пингвин. Давай присоединяйся к отряду. Пока ждите. Вы пока в ожидании, вы. Надо будет здесь точку убрать. Где еще здесь у нас есть плохая зона? Вот плохая зона. Так, ребят, кто побыстрее? Давайте вот этот отряд сюда пошлем. На следующий ход здесь запустим удаление опасной зоны. Где-то здесь вот у меня еще есть. Вот еще опасная зона. Потом, может быть, их туда пошлем. Так, разведчики у нас продолжают разведывать. Станизоид мир предлагает. Станизоид, не могу. Если я замирюсь, меня тут же Амазонка опять попросит начать с тобой войну. Не могу я с тобой замириться. Может быть, даже если бы и хотел, не могу. Я, в принципе, могу пока атаки на тебя прекратить. Пускай тебя Амазонка добивает. Но, если что, мы твоими городами будем очень мирно управлять. Никаких репрессий не будет. Все будем жить в мире и согласии. Мы же не вы. Мы рабство не практикуем. Мы благородные Керко. Это что у нас? Это у нас Станизоид на захватывал. Ой, Син объявляет осуждение. Флиппи объявляет осуждение. Все друг против друга проводят тайные операции. Это они, конечно, молодцы. Что тут скажешь. Станизоид. Извини, не могу. Призыв вступить в войну. Еще один ход. У меня есть время. Подожди. Позже решу. Заявка на присоединение. Тика Ксарчул хочет нам присоединиться. Я подумаю. Так, здесь кипящий разлом. Кипящий разлом. А где мы сейчас точку телепортации? В язве красного ядра ставим, да? Похоже на то. И. Кипящий разлом. Здесь наука еда. Наука у нас, в принципе, неплохо разогнана сейчас. Может быть, здесь тоже телепорт сделать в итоге здесь? Ну, достаточно далеко. Да, давайте я здесь тоже телепорт поставлю. Улучшение областей. На пищу. Телепорт. Так, перемещение. Колонизатор. Колонизатор вот прямо сюда идет. Почему космить нельзя? Нельзя космит. Ай-яй-яй. Не заметил вот этот пятачок, что он со столицей граничит. Значит, сюда идешь. В любом случае. Значит, идешь прямо сюда. Псина. Не могу сказать, что я с вами полностью доверяю. Окей. Так, здесь у нас что? Пища 100 единиц. 578 еды в Анбаре. Ничего себе. Внутренняя чистка. Шанс обнаружения 0%. Ай-яй-яй. Как же так? Как же вы ничего не обнаружили? Какая досада. Да, захватили они город. Ну, молодец, Маина. И космит у нее здесь будет. Молодец. Ох ты ж. Товарищи какие-то неприятные вылупились. Так, здесь. А мы прямо сейчас доплываем. Да, их тут больше. Тысяча силы. Ну, флот очень долго будет плыть наш. Да, здесь, слава богу, без потерь. Еще и 38 науки получили. Давайте дальше двигаться. Колонизатор. Давай сюда вот воткнешься. Здесь давайте опасные зоны убирать. На перспективу, так сказать. Здесь убирай. Хотя нет, подожди, не убирай. Давайте вот этого товарища оставим. Убирай. Сюда может одного... Нет, вот этих двух я червяков пошлю. Не буду всех таскать. Так, где у нас тут она? Вот она. Давай сюда. Все-таки жирно цветочков отправлять на удаление опасных зон. Мы их лучше тут оставим. Авиация, 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 авиация. Авиация. Может лучше сразу сюда лететь? Так, ну тут... Конечно, две тысячи у него защиты всего. У него всего две тысячи защиты. Я не думаю, что он уже сможет мне какое-то сопротивление оказать. Может быть, имеет смысл даже и продвинуться вглубь его территорий. Если товарищ союзник гоняет. Давайте я, наверное, вот эту территорию займу. На следующий ход Белочки придет и как-нибудь будем дальше мы продвигаться. Так, вот пока ожидания, ожидания, ожидания. Так, Озаркас, что будет производить? Давайте науку улучшим. Окей. Так, сейчас здесь колонию воткнем. Здесь колонию. И еще одну колонию вот сюда. Следующий колонизатор у нас будет стоить 550. Пока не хватает. Захватывает область. Нам вот эту бы еще, конечно, занять. Ну хотя здесь есть, если случилось, что морские займем. Если здесь не получится вот это занять. В принципе, они настолько критичные. Здесь вот поместье Валентайнов после аномалии осталось. Вот его, конечно, здорово будет присоединить к себе. Но это получится, если мы сюда воткнем колонию. Нужно будет вот так вот его присоединять. То есть, эту область отдадим. Она же граничит, граничит. А к Просниксу какую-нибудь морскую отдадим. Сина комплимент нам сделала. Цитродик Стейн предложение. Слушай, Цитродик, ты, конечно, извини, но сейчас война у нас начнется. Я все-таки Амазонку не буду подводить. Не буду с ней разрывать договор. Альянс даже целый. Альянс это слишком круто, чтобы разрывать из-за тебя, Цитродик. А на мне Амазонку опять... Нет, но мне не Амазонку. Кто меня по силе обошел? Флиппи кроваво обошел меня по силе. Ничего себе. Цитродик. Нет. Призыв вступить в войну. Ой-ой-ой, сейчас отзовемся. Так, Никвид. Никвид, Никвид. Область какую присоединить к Никвиду? Тебя нельзя. Можешь, конечно, корневой сад отдать Никвиду. Сейчас корневой сад кому относится. К Анбору. Ну да, можно корневой сад отдать Никвиду. А к Анбору присоединить вот эту область. Тоже здесь вот эту зону опасную убрать. Пока не забыл. Давайте, вы, товарищи, уходите. Отдайте нам свое производство. Может быть, тогда даже здесь мы и вот так вот уберем зону. Так, здесь вы, товарищи, бегите вот эту зону убирать. Здесь вы, ребята, эту зону убираете. Это мы возвращаем. И пока подождем. Прямо здесь. Так, Флиппи, можем стать близкими друзьями. Да можем. Минус 500 уже осталось. Маиного тека. Лови комплимент. Да. 600 стало. Пища. Убеждение. Так, Эгдория. Можем присоединить следующую область. Ну давайте вот эту туда, получается, присоединять пока что. Сущностный разрез. Где он здесь? Вот он. Минус мораль. Минус энергия. Как много аномалий противных, а? Так, колонию ставим. Вегетали. Вегетали не обидятся, если мы рядом с ними поселимся. И здесь тоже колония. Прекрасно. Заявка на присоединение. Тика к Сарчул. Ладно, давай. Сина комплимент. Тайна операция. Возможно, война предатель. Ну давайте уж комплимент сделаем. Маина. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну все, Александр. Александр объявляет войну игроку Маина. Ну, ребят, финальное столкновение, я так понимаю, началось. Это финальное столкновение будет. Александр. У меня предложение. Оксан Мусатов уверен движется к победному превосходству на планете. Ну да, надо ему явно помешать. Так, здесь мы убираем зеленые низменности. И поставим здесь научную область. Дружище Тика Ксарчул. Чего умеешь? Я бы на самом деле его в ближний бой вкачал. Знаете почему? Потому что у нас есть вот такая перчатка. Которой Кенчо Зилтру пользоваться вообще не умеет. Давайте ему отдадим раскалыватель. Может даже посох собирателя. Давайте он у нас товарищ, наследник. А здесь лови перчатку. Вот такой. Тем более, смотрите, какие у него стильные очки. И будем его качать в ближний бой. Жизнестойкость. Тем более, у нас он огнеметный парень. Атака Феникса вон у него есть. Специалист ближнего боя. Интересно, аннулирование... Нет, не влияет. Это не ближний бой получается. Тайный марш. Еще телепортация. Берем. Самоотверженной жертвы нет. Но он будет сам отрядом командовать. Поэтому от прокачки, в принципе... Или не нужна ему эта прокачка? Может его просто боевым юнитом сделать? Взять его в топовый отряд? Просто перчатка империи очень мощно смотрится. Давайте я, наверное, не буду ему тогда прокачивать вот такие навыки на героя. То есть не на героя, которые на весь отряд влияют. Безумный штурм вот и мы возьмем. Для ближнего боя. Так, что я уже изучил? Так, Феникс, Безумный штурм, Тайный марш, Жизнестойкость, специалист ближнего боя, управление. Ну, пох с ним с этим управлением. Так, Жизнестойкость еще возьмем. 80 здоровья уже стало. Специалиста ближнего боя возьмем. Еще вот прям на замаксим. 26 урона перчатка империи. Нормально. Правда, разовый урон. Ну, сомнительная, короче, штука. Ну, да ладно. Выпала, будем пробовать ее. Контратак. Охрана в ближнем бою не отменяет с эффектом шока, всегда попадает в цель. Это неплохо. Еще 9 очков осталось. Модуль на расширение возьмем. И по модулям. Ну, по модулям у нас ничего нет. Реанимирующие железы можно выдать. Ускоренный метаболизм. Сирон ближнего 10 точных плюс шансов попадания. Эффект неоспераз ярости. Тяжелым боевый войскам и киборгам. Но это не про нас. Ускоренный метаболизм. Чем больше двигается, тем сложнее в него попасть. Псионические когти. Подождите. Да, у аннулирования не растет урон. У аннулирования урон не растет. Ну ладно, хотя подождите. Может быть продадим что-нибудь? Значит, наверное, роботы продадим. Маску установления продадим. Пришедшего продадим. Эго-бомбу тоже продадим. Давайте снарядим все-таки этого молодого человека. Что мы ему можем взять? Три брони у него всего лишь. Не так уж и много. Ранищие когти. Ну такое себе. Плюс точность. Пять здоровья. Не очень. Уже на данном этапе игры. Так, обезумевшие и ненасытные. Тоннель. Акцент яд. Рука немалов. Маска хамелеон. Ядовитые испарения. Ну, может быть даже неплохо. Псионические когти. Псионические когти крутые. Железы реанимирующие. Тоже крутые. Ускоренный метаболизм. Тоже круто. Но я сейчас не буду этого тратить. Не буду. Долго думал, думал. И решил, что не буду пока тратить. Потому что на следующий ход мы поставим еще одного колонизатора. И потом уже будем распределять. Уже закончим пока с такими застройкой новой колонии. Захватим. Захвачу я пока все, что мне нужно. И потом уже будем усиливать свои войска. Так, здесь что мы строим? Ферм водоросли. И ферм водоросли строим. И улучшенную инфраструктуру. Продвинутую. Защитные турели. Все-таки Александр скоро придет. Так, Морнх. Здесь у нас лечебный оздоровительный центр строится. Прекрасно. Так. Так, 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 так. Отлоги каньон орлиной обломки. Здесь на энергию, да? У нас все, да, все на энергию. Можем сразу запустить агентство контроля и оптимизации. Энергофтинную сборочную линию. Вот так вот мы это сделаем. Только, наверное, сначала вот так вот энергию улучшим. Хотя нет, сначала все-таки... Да нет, я первым даже телепорт построю. Да, ускорится у нас перемещение по областям. Еще где-нибудь вот здесь будет телепорт воткнуть. Вот здесь телепорт воткнуть. Ну, вот здесь, допустим, мы поставим сейчас. Ох, ничего себе. Добыча сама к нам идет. В принципе, нам здесь производство будет не очень нужно. Здесь город Кузнегномов будет... Все производство, так сказать, перекрывать. Так, Станислав, Станизоид, Александр, Дживал. У нас есть доступ. Может быть, деньги украдем? Птичка энергии. Против Александра, допустим, 65%, кстати говоря. А если он узнает, что это я, не обнаружено целью. Ну, супер. Александр, значит, с нами денежками поделится. Система наблюдения здесь убираем. Она уже нам не нужна. Сносим. Ну, отлично. Тогда давайте на сегодня мы будем с вами заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это все очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большущее спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok